2014 год. Ноябрь. 15 тысяч зараженных. Более 5 тысяч погибших. В некоторых районах процент летальности достигает 90. Лекарства нет. Вакцины не существует. Лихорадка распространяется с пугающей скоростью. Гвинея, Либерия и Сера-Леона охвачены ужасом. Мировые СМИ в один голос выкрикивают заголовки об опасном вирусе, сметающем селение заселением в Западной Африке, и о том, что совсем скоро он постучится и в наши двери. За считанные месяцы мир погружается в чудовищную панику. И виной тому Эбола. Этот вирус был назван в честь одноименной реки в Заере и вызывал крайне опасную геморрагическую лихорадку. Ее симптомы очень легко спутать с абсолютно любой тропической болезнью. Высокая температура, слабость, головные и мышечные боли или боли в горле. Поначалу Эбола может сойти даже за обычную простуду или показаться такой привычной для этого региона болезнью, как малярия. Инкубационный период длится от 2 до 21 дня, и примерно на второй неделе болезни симптомы начинают проявляться все сильнее. Рвота, диарея, сыпь, внутреннее или внешнее кровотечение. Человек в прямом смысле этого слова начинает кровоточить со всех отверстий. По мне так довольно криповые симптомы. И сегодня мы попробуем разобраться, что такое Эбола, почему она так ужасна, как она работает и самое главное, насколько она опасна для нас с вами. Первая масштабная вспышка случилась в 1976 году в небольшой деревне Ямбуку близ реки Эбола в Демократической Республике Конго. Тогда директор местной школы Мабала Лакела обратился в больницу. Ему поставили диагноз малярия, прописали хинин и отпустили домой. Вскоре он вернулся и врачам уже не оставалось ничего лучшего, кроме как посоветовать ему отдых. Через 8 дней он скончался. Тогда было зарегистрировано 318 случаев заражения, 280 из которых оказались летальными. Это была одна из первых крупных вспышек лихорадки и случилась она в Центральной Африке. После этого случаи заражения всплывали то тут, то там, но о массовости никто и не думал. Самые громкие вспышки насчитывали не более 500 зараженных человек, из которых, как правило, 50% были с летальным исходом. В сравнении с обычным вирусом гриппа или той же малярией это практически ничто. Но 2014 год все изменил. В конце 2013 первой зарегистрированной жертвой этого вируса стал двухлетний ребенок из деревни Миллианду близ Гекеду в Гвинеи. На протяжении следующих 4 месяцев в округе регистрировалось все больше и больше случаев заражения. И только к концу марта 2014 года, когда число заразившихся приблизилось к сотне, а число скончавшихся перевалило цифру в 50 человек, было начато реальное эпидемиологическое исследование. На место событий из Европы прибыла гуманитарная команда врачей без границ и началось расследование. Поначалу число жертв росло незначительно, прям как количество подписчиков на моем канале за этот месяц. Сначала ты ничего вроде бы и не замечаешь, а потом бам и рост уже экспоненциальный. И если за апрель 2014 года количество заболевших выросло всего лишь на 100 человек, то в августе того же года количество заразившихся увеличивалось уже на 2000 человек в месяц. И это было еще далеко не конец. Количество заразившихся стало снижаться лишь только в начале 2015 года. И только в декабре ВОЗ поспешила объявить об окончании эпидемии Эболы в Западной Африке. Итоги были впечатляющими. 28 тысяч заразившихся, около 12 тысяч погибших. И все это за год. Кто знает до чего могло бы все дойти, не сумей мы остановить эту вспышку. Сказал бы я, если бы я был каналом РЕН-ТВ и не собирался бы разобрать эту заразу досконально. Но в любом случае такие вирусы нельзя недооценивать. И сейчас я расскажу вам почему. До этого момента мы с вами еще ни разу не говорили о вирусах. Все о бактериях да о паразитах. И я думаю стоит в паре слов объяснить вообще, что такое вирусы. Тем более, что отцом основательного вирусологии является наш земляк. Ивановский Дмитрий Иосифович на минуточку. Итак, вирусы это организмы гораздо меньше, чем бактерии. Хотя встречаются и вирусы-гиганты, но в целом это довольно мелкие штуки, которые живут в клетках. Они не приспособлены к самостоятельной жизни, в отличие от бактерий, потому как они не могут сами производить белок. В природе вирусы находятся в очень компактном состоянии, в ожидании того момента, когда они смогут проникнуть в наш организм, попасть к нам в клетку или в клетки и начать там размножение. Вирусы это не всегда враги, даже несмотря на то, что с латинского языка это слово переводится как яд. Они живут в окружающей нас среде и являются неотъемлемой частью нашей ДНК. Есть даже вирусы, которые способны убивать бактерии и их применяют в лечении болезней, когда у бактерий выработалась резистентность к антибиотикам. Такие вирусы называют бактериофагами. И в этом нет ничего удивительного, так как вирусы способны убивать и куда более сложные организмы. Нас, а мы сложные организмы. Обычно для того, чтобы вирус адаптировался к человеку, ему нужна некая близость изначального носителя. Этакий промежуточный резервуар. А так как люди вполне себе плотоядные, то больше всего на эту роль подходят те животные, которых мы употребляем в пищу. И в случае Эболы теми прекрасными товарищами-сводниками, которые свели человечество с вирусом, являются мыши. И нет, не те, которые переносили чуму в средние века. Теперь нас достают летучие мыши. По удачному стечению обстоятельств для мышей и неудачному для нас, организм этих самых летучих мышей просто какой-то дикий рассадник вирусов. Они могут переносить более 15 вирусов за раз и не испытывать вообще никакого дискомфорта по этому поводу. Ну, по крайней мере, от РНК вируса. Есть, конечно, вирусы, от которых и мыши гибнут, но это редкость. Отчасти это, отчасти то, что летучие мыши умеют летать и существует не особо много хищников, готовых ловить их в небе, позволяет им жить огромными стаями вблизи человеческих жилищ и нет-нет, да и заразить парочку-другую крестьян. Да, не только, когда люди употребляют их непосредственно в пищу, но даже тогда, когда летучие мыши едят плоды с деревьев. Они прям очень неаккуратно их едят. Вот прям так, что после их трапезы под деревом остаются прям целые лужи их выделений. Ну и на плодах, соответственно, тоже. И это тоже может быть очень опасным фактором, когда люди начинают вплотную застраивать места привычного обитания огромных стай летучих мышей. Да, не всегда мыши это злодеи, которые специально подселились к нам вплотную, чтобы с коварным лицом и противным хихиканьем нас заражать. Иногда люди, хоть и неосознанно, но вполне себе самостоятельно нарываются на неприятности, как это было, к примеру, с холерой. Но возникает один справедливый вопрос. Почему? Вот если они переносят такое большое количество смертельных вирусов, почему они их самих не убивают? На этот очень хороший вопрос точного ответа я не скажу. Но есть разные гипотезы. Ну и не только гипотезы. Мыши все же неплохо изучают, так как люди понимают, что их вот надо бы изучать, потому что они могут заразить человека целой кучей смертельных вирусов, и не только Эболой. Еще, к примеру, атипичной пневмонией. Летучие мыши по многим причинам не умирают от своих вирусов, но основной причиной является их уникальная иммунная система. Есть у млекопитающих, такие белки под названием интерфероны. Когда в наш организм попадает вирус, наша иммунная система начинает их вырабатывать, чтобы они, ну, грубо говоря, препятствовали размножению вирусов в организме. И интерфероны постепенно начинают вырабатываться клетками, передавать сигналы другим. Короче, у нас это происходит намного медленнее, чем у мышей. У них для этого есть специальные генетические механизмы, которые на генном уровне помогают им с этим быстро справляться. И в итоге они моментально ограничивают распространение вируса по организму. В итоге вирусы не размножаются и не захватывают новые клетки, но и не всегда убиваются. И вот получается, что в организме летучих мышей всегда в каких-то несерьезных количествах в организме присутствует вирус. И иногда они даже накапливаются, что, кстати, запускает нехило такой естественный отбор уже внутри организмов мышей, что помогает вирусам эволюционировать и становиться все сильнее и смертоноснее. Но это не единственные особенности мышей, которые делают их идеальными резервуарами для вынашивания всяких смертельных для человека вирусов. Еще они могут запускать в своем организме такой процесс, как аутофагия. Это процесс переваривания клеткой отдельных частей этой клетки. Это помогает обновлять поврежденные части клеток или, к примеру, убивать вирусы, которые вышли из-под контроля. Также у них есть еще куча особенностей, которые позволяют им практически не болеть раком и жить удивительно долго для своего размера. Ну и еще их иммунная система может очень хорошо игнорировать вирусы. Все эти и другие механизмы позволяют им быть невосприимчивыми ко многим вирусам, которые для нас или для других млекопитающих могут оказаться смертельно опасными. И да, Эбола может передаваться человеку и от обезьян, и от некоторых парнокопытных. Так что путей, с помощью которых вирус может проникать в наш организм, достаточно много, как и путей для эволюции этого вируса. А вообще последовательность событий после того, как человек заразился вирусом Эбола, примерно такая. Человек просыпается утром и чувствует легкое недомогание. Болит горло, голова, нет аппетита, казалось бы, обычная простуда или малярия. Но нет, после хинина симптомы не утихают. Инкубационный период составляет от 2 до 21 дня. И когда появляются первые симптомы, человек уже вполне может заражать других людей. В одной капле крови, летучей мыши или зараженного человека могут находиться миллионы вирусов. Самочувствие постепенно ухудшается, начинается рвота, диарея, температура держится высокой, да и вообще все тело ломит. И через пару дней наступает переломный момент, после которого становится ясно, есть шанс у человека или нет. Симптомы либо отступают, либо начинается терминальная стадия. Белки глаз становятся красными, под кожей образуются волдыри, наполненные кровью, начинается кровотечение. Или может случиться еще более криповая ситуация. Наша иммунная система отказывает, и наши собственные бактерии вполне могут нас сожрать. Они находятся у нас в желудке, и в здоровом организме они вполне себе подавляются иммунной системой и выполняют свои важные функции. При таком исходе развивается бактериальный септический шок. Но в целом есть две стадии развития болезней. В первом случае, когда симптомы потихоньку отступают, есть шанс, что больной выживет. А вот при второй, так сказать, после точки бифуркации, когда развивается уже геморрагическая лихорадка, то шансы на то, что человек выживет крайне малы. Остается только восполнять запасы жидкости в организме и лечить нас антимикробными препаратами, но тот случай, если наша иммунная система не сможет справиться с нашими обычными микробами. И так как вы на моем канале, я подозреваю, что вам интересен вопрос, как. Как вирус попадает в наш организм и как он, собственно говоря, нас убивает. Ведь очевидно же, что если мы не можем с ним справиться, и он так быстро нас убивает, то его жизнедеятельность должна быть тут чертовски сложна. Так и есть. Это сложная, жуткая, но интересная история. Но для того, чтобы вам ее рассказать и для того, чтобы вы все поняли, хотя бы поверхностно, потому что я подозреваю, не все из вас медики, то мне кажется, нужно все-таки хоть какое-то иметь представление об иммунной системе человека. Я немножко в затруднении. Я хочу рассказать вам, что такое Эбола, как она работает, но при этом не особо хочу вдаваться в тонкости иммунной системы, потому что это чертовски сложная и долгая история. Я хочу все же сделать, чтобы это было интересно. Это сложно, но я все же попробую. Иммунная система человека еще сложнее, чем вирус Эбола. И мы ее хоть и конкретно так изучили, но пока не знаем всех тонкостей ее работы. Вообще, вот как обычно происходит заражение вирусом. Вирус вместе со слизью или кровью проникает в наш организм, опять же, через слизистую или через мелкие порезы и царапины. Потом вирус достигает клетки, место назначения, где он сможет начать свою жизнедеятельность, проникает внутрь и начинает там делиться. Клетка перестает быть такой, как раньше и начинает работать на вирус, то есть на его размножение, вот обеспечивая, опять же, питание и размножение вирусным агентам. Затем клетка разрушается, высвобождая кучу воссозданных копий вируса внутри себя. И все эти вирусы начинают шаг за шагом захватывать организм, проникая в каждую клетку, ну или в зависимости от вируса, каждый в свою. Что же делает вирус Эбола? Он хитер. Он сразу, как только проникает в наш организм, он начинает атаковать лейкоциты, то есть иммунные клетки нашего организма. Те клетки, которые должны стоять на защите, которые чуть что сразу же начинают атаковать разные инородные тела, будь то вирусы, грибы, бактерии, любые патогены. И Эбола атакует сразу дендритные клетки, одни из самых главных иммунных клеток. Они в нашей иммунной системе выполняют роль доски с объявлениями, но не той, где обычно висит реклама быстрых кредитов, а той, на которой вывешивают опасных преступников. Чтобы другие иммунные клетки полицейские, проходя мимо, запоминали врагов и за ними охотились. Ну, так-то и другие клетки иммунитета способны на такое, и вообще иммунная система, она очень сложна, и все там друг с другом взаимосвязано. Но именно дендритные клетки способны активировать кучу других клеток и заставлять их бороться с вирусом. Они этакие начальники в нашей иммунной системе. Хоть и не самое главное, но все же очень важные дядьки. И то, что они атакуют дендритные клетки, это еще полбеды. Они могут заставлять эти дендритные клетки и выпускать сигнальные молекулы другим клеткам иммунной системы, заставляя их самоуничтожиться. В итоге работа иммунной системы саботирована, и она работает не на благо, а наоборот во вред. Вирус тем же временем очень быстро размножается. Эбола также поражает макрофаги и моноциты. Да, это еще одни клетки нашей иммунной системы. Вирус заставляет их посылать ложные сигналы клеткам кровеносных сосудов, вызывая кровотечение. И вот на этом моменте, когда я вот все вот это вот попробовал зачитать своей девушке, да, я иногда так делаю, я проверяю информацию на доступность, я вот зачитал ей все вот это и спросил, ну как, понятно, легко, что-то из этого запомнила. И все, что она мне сказала, что вирусы такие щедрые, они постоянно делятся. Так что я немного не уверен, понятно я объясняю или нет. Но если подытожить, то вирус Эбола в первую очередь начинает атаковать важнейшие клетки нашей иммунной системы, препятствуя сопротивлению организма болезни и заставляя его работать против самого себя же. Также вирус очень быстро поражает клетки печени, что вызывает еще большее кровотечение. И все это происходит одновременно, то есть организм бомбардируется сразу со всех фронтов. Система понимает, что все очень плохо и запускает этакий последний бой, высвобождая клетками цитокины. Маленькие сигнальные молекулы, которые должны экстренно связаться с другими клетками иммунной системы, тем самым спровоцировав последний бой вторгшейся инфекции. Это называется цитокиновый шторм. При таком процессе одни клетки иммунной системы провоцируют другие клетки вырабатывать все больше и больше цитокинов, связываться друг с другом, направляться в очаги воспаления и разрушать воспаленные клетки. Это приводит к тому, что ткани очага воспаления разрушаются и одновременно воспаление переходит на соседние ткани. И со временем эта штука охватывает весь организм и человек умирает. И самое забавное при этом то, что чем сильнее наша иммунная система, тем больше вреда она способна нам причинить. Что-то похожее может происходить и при других болезнях, даже при гриппе. Кстати, этим ученые и объясняют огромную смертность именно молодых людей во времена эпидемии испанки в 1918 году. Тогда старики и дети умирали не так стремительно, как молодые здоровые люди в самом расцвете сил. И возможно, если ученые будут уделять этим механизмам внимание и научатся как-нибудь успокаивать нашу иммунную систему, то когда-нибудь мы сможем вполне себе полноценно лечить такого рода болезни. Это подтверждает и эксперимент, который был проведен с 1996 года по 2003 в Габоне и Республике Конго. Тогда ученые проанализировали кровь зараженных и выяснили, что те, у кого уровень цитокинов в самом начале болезни был низким, больше выживали. Ну и соответственно, наоборот, люди, чья система выказывала большую активность, чаще погибали. Вообще, такую огромную смертность в 2014 году Эбле просто подарили местные обычаи. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Как вы уже поняли, вирус Эбла передается не по воздуху, а непосредственно через жидкости организма. И у вас, наверное, возникает такой резонный вопрос. Как, вот как в такое короткое количество времени ей успело заразиться 30 тысяч человек и 12 тысяч от нее погибнуть? Неужели там все было хорошо и просто в один момент прилетела огромная стая летучих мышей и начала нападать на местных? Если бы это было так, то в Голливуде уже, наверное, успели бы наснимать целую кучу ужастиков. Но дело обстояло совсем не так. Дело в том, что Западная Африка с ее традициями и обрядами погребения это просто золотая жила для болезней, которая передается таким путем. Их обряд погребения предусматривает ритуальное омовение тела, поцелуи трупа, состригание волос для магических обрядов и всякие другие тесные контакты с телом умершего. Да и в некоторых селениях труп выставляют на улицу, чтобы убедиться, что он действительно умер. Такое ожидание может затягиваться даже на месяц. А я напомню, что в течение 50 дней после смерти человека труп является наиболее заразным и продолжает поражать людей еще сильнее, чем тогда, когда человек был жив. Также есть обычай хоронить людей, которые были поражены тяжелыми заболеваниями вдоль реки, чтобы река уносила прочь от селения всю заразу. Но кому какое дело, что при таком раскладе заражается еще целая куча людей вниз по течению. Все это позволило вирусу заражать все больше и больше людей в считанные дни. После одной похоронной процессии могло заразиться до 20 человек сразу, все из которых заражали потом других своих родственников и так далее по цепочке. Наверное, неудивительно, что вспышка Эбола набрала такие обороты именно в этом регионе. Также сыграли свою роль санитарные условия. Западная Африка это беднейший регион планеты, где не то, что нормальных госпиталей нет. Но даже не все местные жители понимают, что руки после контакта с больными все же стоит помыть. Большинство из них просто не знает, что такое микроб или вирус и как передаются болезни. Они принимают болезнь за проделки злых духов или же за заговор правительства. Беспорядки, которые возникали в местах массового заражения людей Эболой, подрывали деятельность гуманитарных миссий. И правительству приходилось с оружием охранять госпитали, чтобы родственники заболевших не напали на врачей и не отпустили всех заразившихся. Они считали, что это именно медики разносят болезнь поселением и заражают людей. Это же вроде бы и логично, так как врачи работали на упреждение. Где появлялся больной, туда сразу выезжала команда медиков, разворачивала полевой госпиталь и пыталась лечить людей. Местные же смотрели на все это и думали, все же вроде бы было хорошо. Ну, парочка человек прихворнула, но возможно это малярия, ничего необычного. Потом приехали врачи и все вдруг стали болеть и умирать. Значит, это они всех заражают. Это же логично. Да еще и трупы не дают забирать. Людоеды. Также люди очень сильно сопротивлялись вывозу трупов, так как ритуал погребения это очень важная часть жизни местного населения. А труп больного лихорадкой Эбола стоит незамедлительно упаковать, полностью обработать хлоркой жилище, сам труп и увезти хоронить на охраняемое кладбище, ну или вообще кремировать. С этим местное население согласиться не могло. Вблизи Гекеду, вот в том самом месте, где в конце 2013 года и началась вся эта эпидемия, люди в одном селе даже сожгли мост, соединявший их село и главную дорогу, чтобы врачи не могли пробраться. А в деревне по соседству местные набросились на группу, состоявшую из 8 человек, из медиков, журналистов, политиков, которые пытались просвещать население, рассказывая о болезни. Все это закончилось тем, что несколько дней спустя их нашли мертвыми в выгребной яме сельской школы. Была настоящая паника, которая очень сильно мешала борьбе с болезнью. И конечно же все вот эти вот внушительные цифры из западной Африки от какого-то практически неизвестного вируса заставили западные страны очень сильно испугаться и ускорить разработку лекарства и вакцины в целом. Еще в 2015 году были пробы экспериментальных вакцин, которые при очаговом вакцинировании показали неплохие результаты. Такой вид вакцинирования очень хорош, когда у тебя есть вспышка, много жертв и есть вакцина. Но она как бы не прошла все стадии, чтобы стать полноценной, так как ее нужно тестировать и не только на макаках, но еще и непосредственно на людях. А новая вакцина это всегда риск побочных эффектов. И вакцинирование непосредственно родственников и соседей погибшего в этом плане оказалось очень даже выгодно, так как можно очень быстро предотвратить заражение локально. И если у вакцины проявятся какие-то побочные эффекты, то всю вот эту вот вакцинацию можно немедленно свернуть. Все-таки для полноценного тестирования нужны годы. А когда у тебя жертвы идут на тысячи прямо здесь и прямо сейчас, и это все перерастает в огромную угрозу в мировом масштабе, этого времени нет. А так как паника была всеобщей, вакцины разрабатывали все, даже в России и даже успешно. Но я бы хотел поближе взглянуть на канадскую векторную вакцину В920. Она была успешно применена уже в 2018 году в Демократической республике Конго и дала неплохие результаты. Вообще эта вакцина довольно хитрая, и представляет она из себя рекомбинантный вирус визикулярного стоматита, что бы это ни значило. Но на самом деле это такая штука, вирус, который может поражать свиней, лошадей, скот, но абсолютно безвреден для нас. РНК-геном этого вируса вместо собственного белка кодирует белок Эболы, и таким образом происходит обман. Вирус этим белком попадает в организм и показывает нашей иммунной системе, что вот да, существуют и такие белки, и что против них тоже надо бы выработать антитела. Ну, что, собственно говоря, и происходит. И в следующий раз, уже при встрече нашего организма с Эболой, у него все-таки будет какой-никакой козырь в рукаве. И пока этот козырь работает. Но работает вакцина только на самом распространенном штамме заирского вируса. Если мне не изменяет память, то их существует еще пять. И как вакцина работает на них, я пока не знаю. Так что какой бы ни была преувеличенной паника по поводу вируса Эболы, его все же стоит изучать. Вирусы имеют свойство очень быстро мутировать, что, собственно говоря, и произошло с вирусом в 2014 году, спустя три месяца после начала вспышки. И лучше не давать им лишний шанс обжиться в нашем организме. В любом случае, находясь в развитых странах, паниковать по этому поводу я бы не стал. Мы не обмениваемся жидкостями со всеми встречными, и у нас есть все шансы этого избежать. То есть мы банально не сможем его друг от друга подцепить. И да, вы можете сказать, что он передается как ВИЧ даже заразнее, потому что со слюной ВИЧ так не передается. Но люди с ВИЧ бессимптомно ходят годы. А Эбола убивает меньше, чем за месяц. Так что маловероятно, что мы попросту не заметим симптомов умирающего больного. В случае заражения в Европе и США это показали. Никто за все вот это время в США и Европе друг от друга не заразился. Вот только те, которые привезли болезнь с Африки. На этом у меня все. А вы знаете, что есть такая ужасная смертельная болезнь, которая вам с большей вероятностью не грозит. Но, как говорится, врага лучше знать в лицо. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравился ролик. Пишите в комментариях, о каких болезнях вы еще хотели бы услышать. И всем пока!